Ранее в другом ролике мы показывали вам, что Израиль, что Израиль разбомбил еще один лагерь беженцев. Это была трагическая ошибка, Джимми. И были убиты многие десятки людей. И сегодня они собираются спросить у Кирби, являющегося пресс-секретарем, финансирующего все это Джо Байдена. Вот какой состоялся разговор. Президент видел эти фотографии? Я не знаю, я не могу говорить. Он спросил, видел ли президент фотографии. Фотографии детей с оторванными головами, детей с оторванными головами. Видел ли он их своими глазами? Людей, сгоревших заживо. Я видел это своими глазами. Президент видел эти фотографии? Я не знаю, я не могу говорить за это. Он же в курсе. Да, конечно, он следит за этой ситуацией. Вы говорили, что палаточный лагерь, подвергшийся удару, является весьма густонаселённым местом. Вся Рафа является густонаселённой. Да, уже около миллиона человек эвакуировались из Рафы, но они ушли не очень далеко отсюда. Весь этот регион является густонаселённым. Но разве это не нарушение красной линии, установленной президентом? Он такой, ну это же нарушение, установленное президентом красной линии. Вы продолжаете бомбить лагеря беженцев. ЦАХАЛ продолжает бомбить беженцев. Разве это не нарушение, установленное президентом красной линии? Послушайте, что он ответил. Мы сказали, что не хотим большую наземную операцию, и на настоящий момент мы её не видим. Вы не видите большой наземной операции? Знаете почему? Потому что там больше нет земли, они там всё взорвали. Да, мы не видим её. Мы не видим её. Это же кровавый навет. Сколько ещё обугленных трупов Ему нужно будет увидеть, перед тем, как президент подумает о смене своей политики. Это репортер из Сибиэс. Это не Мак Блюменталь, Аарон Маттейли, Джимми Дор. Это репортер из Сибиэс, который спрашивает пресс-секретаря Белого дома, сколько ещё обугленных трупов. Непростой вопрос для либераста. Да. Давайте послушаем ещё раз. Обугленных трупов Ему нужно будет увидеть, перед тем, как президент подумает о смене своей политики. Мы бы не хотели видеть более ни одной невинной жертвы. И мне не нравится ваш вопрос. Отсутствие потерь среди мирного населения — вот что было бы правильно. И мы не закрываем глаза на эти факты. Мы также говорим об этом с нашими коллегами из Израиля. И на этих выходных мы обсуждали с ними последствия именно этого удара. Они сейчас проводят по нему расследование. Так что давайте дадим им его провести, и потом посмотрим на результаты этого расследования. Но разве у президента нет некоего личного лимита? Президент очень прямо и очень ясно обрисовал, какой мы хотим видеть израильскую спецоперацию как в Газе в общем, так и в Рафе конкретно. Мы не поддерживаем, и мы не поддержим крупную наземную операцию в Рафе. Такова наша позиция. И президент сказал, что если она все-таки произойдет, то это может изменить его решение по поддержке. Но пока мы еще этого не видели. Но почему он тогда не выйдет и не скажет об этом сам? Президент регулярно общается с лидерами этого региона. Он неоднократно общался и с вами, и с журналистами. У вас было множество возможностей пообщаться с президентом, включая пресс-конференцию на прошлой неделе. Господи Иисусе. Ну че, понял, Эд? Ты со своими чертовыми вопросами. Аааа, срочные новости. Советник Белого дома Джон Кирби повторяет необоснованные обвинения в убийствах и изнасилованиях, отрицаемые самим Израилем. Самим Израилем. Во имя оправдания израильской атаки по лагерю беженцев Рафи, где заживо сгорело 45 палестинцев. Давайте посмотрим, как он говорит об этом. Что администрация собирается делать, вне зависимости от того, было ли это трагическая ошибка или намеренность? Дождемся результатов расследования. То есть вы полагаетесь на израильское следствие? Давайте дождемся результатов. Израиль будет расследовать устроенную им же резню. И они, что самое страшное, вероятно, будут даже почестнее нас самих. Он повторяет то, что они уже расследовали. Мы, по-моему, уже так поступали. Мы бы хотели, чтобы расследование было проведено и было понятно, что же в итоге произошло. Да. Но в то же самое время мы даем им вооружение на миллиарды долларов. Да. Мы даем им возможность защитить самих себя. Может, кто и забыл то, что произошло 7 октября. Но мы нет. 1200 невинных израильтян было убито, покалечено, изнасиловано, были пытки. И они все еще живут на границе с этой угрозой. Эта угроза все еще реально исходит из Рафа. Вы думаете, Хамас просто исчез? Но это не так. Они все еще в Газе. Вы думаете, что они оставили свои намерения по геноциду народа Израиля? Нет, не оставили. И у Израиля есть право не мириться с такого рода угрозой. И да, мы продолжим предоставлять им инструменты для решения этого вопроса. Вау. Вау. У Эпштейна, походу, на каждого в правительстве есть кое-что серьезное. Видимо, на жестком диске Эпштейна было кое-что очень... Непотребное на каждого из этих склизких мудаков. По ним это заметно. Это заметно по Денира, заметно по Кирби. На каждого из них. Более 36 тысяч мирных палестинцев было убито Израилем за прошедшие 7 месяцев, в то время как Джон Кирби выставляет жертвы сам Израиль. Кирби-чудовище. Вот как выглядит чудовище, если вы вдруг не знали. Хотите узнать, как выглядит чудовище? Именно так. Этот человек-монстр. Это чудовище-абсолютный сторонник геноцида. Он пытается выставить жертвы тех, кто стирает с лица земли... Вот я с тобой не согласен, Джимми. Давайте не будем забывать этот день изнасилования, произошедший 7 октября. Они всегда рассказывают в такие моменты эти фейки истории про изнасилование. Херс Томпсон был прав. Все эти новостные редакторы больше всего любят хорошее изнасилование. Вся эта пресса просто выструбирует на такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok